22 ноября президент Ильхам Алиев принял председателя в статусе министра Комитета Северного наэкономического сотрудничества при президенте Республики Корея Джон Супака. Выразив удовлетворение регулярными контактами между двумя странами, президент Ильхам Алиев растенил это как показатель взаимной заинтересованности в углублении сотрудничества с обеих сторон. Глава государства выразил уверенность в том, что высокий уровень политических связей между двумя странами положительно отразится на сотрудничестве во всех других сферах. Коснувшись экономического сотрудничества, президент Ильхам Алиев отметил, что корейские компании успешно действуют в нашей стране в различных сферах, подчеркнул их деятельность в реализации крупных проектов в области промышленной инфраструктуры. Он сказал, что корейским компаниям принадлежит вклад в формирование современного архитектурного образа Баку. Подчеркнув, что в ближайшее время в Республике Корея состоится презентация работ, которые предстоит проделать на освобожденных землях Азербайджана, глава государства сказал, что целью является привлечение к ним корейских компаний. Президент Азербайджана отметил, что в период оккупации Армения регулярно разрушала наши города и села. Сказал, что после победы на этих территориях начались широкомасштабные строительные работы. Отметил, что к этим работам приглашены компании из дружественных Азербайджану стран. Он подчеркнул, что проведение данной презентации в Корее еще раз подтверждает дружеские отношения между нашими странами. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что визит Джон Супака внесет вклад в развитие двухсторонних связей. Поблагодарив за добрые слова, председатель в статусе министра Комитета Северного экономического сотрудничества при президенте Республики Корея Джон Супак проинформировал о деятельности возглавляемого им Комитета. Он отметил, что новая северная политика Кореи охватывает 14 стран, и Азербайджан является самой западной страной среди них. Подчеркнув, что между Кореей и Азербайджаном есть много схожих черт, в том числе в плане геополитической позиции, Джон Супак с удовлетворением отметил, что Корея расположена в стратегическом месте, соединяющем континенты и океаны. Азербайджан, в свою очередь, в транспортном центре, соединяющем различные международные направления, является транспортным центром вокруг Каспийского моря. На встрече была отмечена роль Азербайджана в транспортных коридорах «Восток-Запад», «Север-Юг», затруднены возможности сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также междуэкономическими зонами. Состоялся обмен мнениями о перспективах связей в различных сферах, включая возобновляемые источники энергии, транспорт, логистику и туризм.